Я родилась в Майами, штат Флорида. Меня воспитывали оба родителя, мать и отец. Когда мне было 4 года, моя мать ушла. И меня с моим младшим братом отец стал воспитывать один. Жизнь в Майами была трудной. Мой отец перебивался с места на место. Он был в разных местах. Мы переезжали с одного места на другое. У нас не было стабильности, потому что ему нужно было проводить все время, заботясь о нас. Мы переехали в Чикаго. У моего отца обнаружилась аневризма сосудов головного мозга. Началась более спокойная жизнь. У нас появилась семья отца. Жизнь в Чикаго сильно отличается от жизни в Майами. Мой отец, маша Аллах, был очень семейным человеком. Он очень основательный, очень отзывчивый, потому что он остался один в очень юном возрасте. Было очень интересно, когда я переехала из Майами в Чикаго. И мы узнали больше о родине моего отца. Моя бабушка, брат моего отца, сестра моего отца. Они жили здесь, в Чикаго. Мой отец, мой брат, мой дядя. Моя мать ушла, когда мне было 4 года. Я мало что знала о ней. Я никогда не говорила о ней. Я заговорила о ней где-то 2 года назад. Было приятно приехать сюда. Появилось чувство семьи. Знаете, нам готовили разные кушания. Мы начали обращать внимание на религию. Мой отец был иудеем. На большие праздники мы ходили в храм. Я не была религиозной. Я просто делала то, что делала семья моего отца. Все действия, которые сводились к посещению синагоги по большим праздникам. У нас был пятничный обед. Он назывался обед-шаббат. Он олицетворял чувство семейного единства, когда ты вместе с семьей. Религию я не слишком сильно понимала. И когда бы мне ее не объясняли, я не слишком сильно замечала ее. Я никогда серьезно не задумывалась об иудаизме, потому что моя мама не была иудейкой. Я никогда не посещала иудейскую школу. Я никогда не ходила на подобного рода уроки. Я никогда серьезно официально не принимала иудаизм. Когда я была моложе, я боялась смерти. Когда мой отец заболел, мне было 9 лет, я задавала определенные вопросы. Однако, я не знала. Я верила, что есть что-то. Я заставляла себя верить, что есть нечто, что не поставит моего отца в трудное положение. Когда я училась в средней школе, мне начали сниться кошмары, где приходит смерть и тому подобное. И я записалась на программу под названием НССВАИ. Это двухчасовые уроки по четвергам. Мы изучали иудаизм. Я пошла на них, думая, что мне нужно какое-то спокойствие, стабильность в жизни. И они дадут мне нечто вроде руководства. Я возвратилась во Флориду. Устроилась на работу в среднюю школу. Я просто жила, совершая, ну, вы знаете, все эти сумасшедшие поступки, которые совершают подростки. Я вернулась в Чикаго и решила, что мне действительно нужна перемена. Мне нужно нечто вроде ценностей, морали в моей жизни, к которым меня не приучили. Мой отец был очень снисходительным, мягким. Он закрывал глаза на многое. Вы знаете, я почувствовала, что мне 17 лет, и я выросла. Я искала что-то, на что можно было бы опираться. Мы изучали иудаизм. Я не относилась к этому серьезно, и меня не упрекали за это. В конце концов, в средней школе я встретила сестру. Они перебирались из Скарбора в Нью-Йорк. Там была она, ее сестра и ее брат. Они общались со мной. Я спрашивала, почему ты покрываешь свою голову? Или, например, я говорила, я из Персии, но я сама иудейка. Они разговаривали со мной об исламе. А муж этой сестры... Вы знаете, в средней школе мальчики общаются с девушками. Девушки общаются с мальчиками, а он не разговаривал со мной. Я задавала ему вопросы, но он отходил от меня и не отвечал мне. И затем мне сказали, что это из-за того, что парни-мусульмане не разговаривают с девушками. Это часть их религии. Тебе нельзя вступать с ними в беседу, потому что одно порождает другое. То есть разговор может привести к прелюбодеянию. Для меня это было взрывом. Вау! Это был такой уровень уважения по отношению ко мне, который до этого ко мне никогда не проявлялся. Он взял меня в исламский центр, мечеть. Я пошла туда на конференцию, посвященную новообращенному. Я слушала истории братьев и сестер. Уже к этому моменту я начиталась и научилась многому. Я читала и в марте 2005 года. В конце марта я произнесла свою шагаду. Я стала мусульманкой. Я уверовала на 150%. Это было в моем сердце. Это то, чего я не могла отрицать, что оно находится в моем сердце. Мне было 17 лет. С этого момента моя жизнь изменилась. Я смотрела на вещи по-другому. Я начала отчитывать себя. Я стала больше уважать себя. Я стала больше уважать своего отца, свою семью. Когда дети вырастают, матери и отцу, или кому бы то ни было другому, очень трудно установить для себя границы, научить себя тем правилам поведения. Мой отец постоянно работал. Я начала думать об Аллахе, более серьезно. Я вернулась в школу. Я начала уважать, как сказала свое тело, себя, свое мышление, свои религиозные взгляды. Я в первый раз стала опираться на что-то, что было естественным. Я многое изучила в исламе. Не потому, что это была просто религия. Это был образ жизни. Мои учителя видели, что я становлюсь лучше. Мои родители видели, что я совершенствуюсь. Вы знаете, только лишь моя бабушка была тем, кого по-настоящему расстроил мой переход в ислам. Мир поменялся для меня в таком действительно молодом возрасте. Спустя недолгое время после этого мой отец уехал из страны. А я вышла замуж. Это было год спустя. И мы с мужем начали жить своей жизнью. Я начала работать все там же, в школе. Когда я впервые заговорила с мусульманами, это вызвало у меня очень возвышенные чувства. Это было похоже на то, ради чего я могла жить. Я могла посещать мечеть. Я ощутила исламское сообщество, которое могло принять тебя к себе. Моя семья для меня была там. Я могла пойти в мечеть и послушать сестер. Я могла пойти туда. Я встретила очень много людей. Ты учишься, каждый день получаешь новый опыт, где на самом деле нет никакого застоя. Ты можешь следовать, можешь продолжать. Ты всегда учишься. Я так молода. Мне 22 года. Я чувствую, что мне многому еще нужно научиться и многое взять из ислама. Передача «Вступление в ислам» помогает новообращенным мусульманам. У меня было время, вы знаете, когда я испытывала депрессию. В моей жизни мне повезло со многим. Мне повезло с моей религией. Я смогла идти прямо по пути религии. И Аллах – мой Создатель. Однако в то же время сейчас мне нужны люди, к которым я смогла бы обратиться, чтобы они были тут. И они есть тут, вплоть до сегодняшнего дня. Я только недавно пережила развод. И, аль-хамду лилля, я знаю, что в любое время я могу прийти сюда, сесть с сестрой, с новыми сестрами и старыми сестрами, откуда они бы ни были. И вы знаете, я чувствую себя как дома. Я чувствую себя хорошо. Я могу двигаться вперед, смотреть в будущее. Они помогают мне добиться моих целей. Вы знаете, когда я не могу что-то сделать, в чем я нуждаюсь, я имею в виду не религиозные вопросы, а разные бытовые нужды. Они делают это для меня. Ла Илла Аллах